Это сооружение, возникшее здесь, во дворе Дома Российского Исторического Общества, точная копия усыпальницы представителя знати Древнего Боспорского Царства. Называется оно «дромос», что в переводе с греческого означает «проход», и символизирует оно вход в мир археологии, небольшая, но очень интересная часть которого сегодня экспонируется в выставочном зале Дома Российского Исторического Общества. Современная археология – это не столько сами находки, сколько методики и технологии проведения раскопок. Этому была посвящена первая часть выставки, проходившая под открытым небом. Все находки, представленные на выставке, сделаны экспедициями Института археологии РАН. Само название выставки «Горизонты археологии от Балтики до Причерноморья» говорит об удивительном многообразии культур и эпох, которыми занимаются наши ученые. Совсем небольшое количество стран имеет возможность вести такие широкие археологические исследования на собственной территории, и это еще и еще раз подчеркивает значение российской археологии для развития отечественной и мировой науки. Археологические находки, прежде чем стать музейными экспонатами, должны пройти определенный жизненный цикл. Сначала их реставрируют, затем описывают, осмысляют, находят им аналогии. В итоге это выливается в научную публикацию. И только после этого предмет передается в музей, где его могут увидеть люди. Сенсационность артефактов, представленных в доме Рио, заключается в том, что это совсем недавние находки. Почти все предметы, которые экспонируются в витринах, еще год назад, а некоторые из них и последние месяцы находились в толще земли, в толще культурного слоя, и они попали в руки археологов совсем недавно. И они экспонируются здесь впервые. И для археологов, Сергей Георгиевич, большая честь показать их первый раз в Доме Российского Исторического Общества. Особый блеск выставки придали находки Самбийского полуострова в Калининградской области. Они относятся к VI-VII векам нашей эры и некогда принадлежали знати балтского племени Эстиев. Вот этот полихромный стиль, давайте посмотрим на эти вещи. Это бронза с позолотой, с инкрустацией, с гранатами. Это стиль, который пришел в Европу с гуннами. И он был этой франкской знатью, так сказать, востребован. Из этих балтийских находок подготовить к выставке удалось не больше 20%. Оставшиеся находятся на реставрации и ждет своего описания. Но уже сейчас понятно, что эти находки перекликаются с известнейшими артефактами эпохи мировингов. Такими, как, например, находки из Сатан-Ху. Культурные связи знати Южной Балтики прослеживаются по всему германо-варварскому миру. От Лангабардии до Скандинавии. Ясно, что эти люди были в каких-то контактах. Может, не на самом верху, может, это не контакты непосредственно с династами, но с их старшими дружинниками и прочее. То есть это очень важно. И в целом, как бы, даже на первый взгляд совершенно очевидно и для коллег-специалистов, и наших, и европейских, что эти погребения для данной территории будут иметь серьезные-серьезные последствия в выводах. Центральную часть экспозиции занимали находки из двух центров древнерусской цивилизации – Новгорода и Суздальского Аполья. Здесь наиболее интересными артефактами были зеркало, сделанное в китайской традиции, берестяная грамота, а также глиняная лапа бобра. Эта находка типична для Аланских островов и Волго-Окского междуречья. Безусловным украшением выставки стал ее античный раздел. Это вещи из самого большого кургана античного, который был раскопан в Крыму за последние 120 лет. Курган госпитальный в Керчи. И вот этот склеп, который у нас выставлен на улице фотографии, они как раз... Это склеп, который был в этом кургане. И из склепа происходят вот эти вот замечательные сосуды. Вот это IV век до нашей эры, которые показывают силу греческого искусства. Это полноценное греческое искусство у нас на юге. Все эти свидетельства древности были найдены в результате так называемых спасательных работ, которые по закону, в обязательном порядке, проводятся перед работами строительными. За разработку мероприятий, связанных с сохранением строителями историко-археологического наследия, следит глав госэкспертиза. И у экспертов очень сложная задача. С одной стороны, мы понимаем важность реализации проектов, надо быстрее освоить деньги, выделенные, реализовать задачи, запустить объект. С другой стороны, надо защитить нашу историю. То, что практически часто не имеет даже цены. Наше общество не очень богато, поэтому нам трудно чем-то поступаться, что-то отдавать. Насущные проблемы волнуют нас сильнее проблем глобальных, мировоззренческих. Проблемы археологии, сохранение историко-культурного наследия, требуют переосмысления обществом. Мы все как-то, ну, относимся к этому, к какой-то не очень важной проблеме. Главное, там, людей ведь как-то накормить, значит, одеть, решить проблемы ЖКХ, да, дорог. А это куда-то уходит, ну, это вроде как баловство. Это совершенно не баловство, это очень важная задача, потому что это сохранение вообще нас, вы понимаете? То есть, это сохранение нас, нашего самосознания, нашей нации. И это должно быть на первом месте. Сама по себе выставка, прошедшая в доме Рио, небольшая, можно сказать, камерная. Но ее смысловой масштаб глобален. Он показывает, насколько интересно, увлекательно и поразительно наше прошлое. Прошлое нашего народа, государства и нашей земли. Дмитрий Руднев, Павел Карасев, Денис Соколов. Собственная служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин